МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напоить детство жизнью в Алматы прошла благотворительная акция в поддержку детей больных ВИЧ и СПИДом. Об этих и других событиях более подробно. Информационное агентство «Регнум» сегодня распространило скандальное сообщение. Как пишет издание, по непроверенным данным в отношении среднего зятя президента Назарбаева Тимура Кулебаева начато уголовное расследование в Швейцарии. Как сообщают, предметом расследования являются обвинения в отмывании 600 миллионов долларов на счетах в Швейцарии. Бизнесмена Тимура Кулебаева уже обвинял в финансовых махинациях экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов. Но тогда в начале года зять президента подал иск в Медеуский суд Алматы, который постановил признать сведения, опубликованные Мухтаром Аблязовым в отношении Тимура Кулебаева, несоответствующие действительности. А потом и вовсе вынес беспрецедентное решение, цитирую, запретить ответчикам, другим средствам массовой информации и иным лицам публиковать и распространять в СМИ и иных носителях в бумажном и электронном виде любую информацию, порочащую честь и достоинство Кулебаева Тимура Аскаровича. Конец цитаты. Позже суд приказ молчать отменил. Подробности нового дела против среднего зятя президента в нашем первом видеоматериале. Как указано в информации агентства, следствие полагает, что Тимур Кулебаев получал деньги в виде взяток, а также в виде доходов от продажи мошенническим путем нефтяных и газовых активов в период с 2000 по 2005 года. Во время этих предполагаемых незаконных действий Тимур Кулебаев являлся председателем правления компании «Казтрансойл», а также зампредом правления компании «Казмунайгаз». В начале года подобные обвинения уже выдвигались против Кулебаева и были подкреплены увесистым пакетом документов. Эк-злова БТА-банка Мухтар Аблязов подробно описал схему хищения государственной собственности Кулебаевым и приложил к своему заявлению 13 документов на 56 листах. В письмах банкировав все ветви власти Казахстана, а также быстро ставшим бестселлером в интернете письме от Мухтара Мухтарова, адресованному патриоту Шаханову, Аблязов сообщал, что организованная преступная группа во главе с Кулебаевым в период с 2003 по 2005 года совершила незаконные сделки по продаже государственного пакета акций АОСИ НПС «Октубе Мунайгаз» по цене намного ниже рыночной, за что получила от последних взятку в сумме более чем 165 миллионов долларов США. Я уверен, что финансовая полиция тогда, в начале года, когда она заявила о том, что не нашла состава уголовного преступления в этих документах в отношении Тимура Кулебаева, я думал, что она сильно-сильно покривила душой. И все дело было в том, кем на самом деле является Тимур Кулебаев, а именно тем, что он является зятем президента Казахстана Назарбаева. И все дело было в том тогда. Эксперты, комментируя новость из Швейцарии, пока осторожно говорят. Возможно, все дело в приближающемся 2012 году, когда в Казахстане должны состояться выборы президентов. Аналитик Марат Шибутов говорит, что подобные иски могут появиться только за рубежом. На отечественную эфемиду надежды пока мало. Не секрет, что наша судебная система, она не слишком влиятельна и не слишком независима. Поэтому будут использоваться иностранные суды, так как большинство влиятельных людей у нас имеют собственность за рубежом и вполне подпадают под действия иностранных законов. Как сообщается, заявление в швейцарскую прокуратуру было подано группой казахстанских граждан, которые выступают против коррупции в Казахстане, анонимно заявляя, что она стала процветать при попустительстве со стороны администрации президента Назарбаева. Тем не менее, лица, заявившие о правонарушениях, живут в Казахстане. Их анонимность, как утверждается, сохраняется из-за риска жестких репрессий со стороны государства. Полина Крестовская, Максим Громов из Астаны, Алматы, Казахстан. Сараркинский районный суд Астаны сегодня продлил арест экс-министра здравоохранения Казахстана Жексалыка Дускалиева. Об этом агентству Интерфак сообщил адвокат Эдуард Шомпиев. Суд удовлетворил ходатайство финансовой полиции о продлении срока ареста до трех месяцев, то есть до 12 января 2011 года. Напомню, выданная ранее санкция на арест Дускалиева сроком на два месяца истекает 12 декабря. В отношениях с главой Минздрава финполиция расследует несколько уголовных дел, в том числе превышение служебных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Также бывшего главврача Казахстана обвиняют в хищении бюджетных средств. Между тем, родственники Дускалиева утверждают, что все претензии в отношении него необоснованы. Они обратились с открытым письмом к общественности Казахстана. Близкие намекают на вмешательство в дело неких политических группировок. 30 ноября ему исполнится 55 лет. Думали, что к этой дате его отпустят хотя бы под домашний арест, но этого не случилось. Мы знаем, что он невиновен. Это организовала группа людей во власти. Я не могу говорить, кто именно. Ответный ход. Руководство департамента таможенного контроля по Алматинской области сегодня опровергло обвинение брокера Канагат Такеевой в ходе экстренного созванного пресс-брифинга. Буквально вчера Канагат заявила на пресс-конференции, которую широко осветили большинство казахстанских СМИ о поборах с предпринимателей со стороны таможенной службы и попросила президента республики разобраться в данной ситуации. Таможенники сегодня подготовили ответное выступление, однако неожиданностью для них стало присутствие на пресс-брифинге самой Канагат Такеевой. Дмитрий Беляков стал свидетелем публичных выяснений таможенных отношений. По словам руководителя департамента Курманбека Артыкбаева, начато служебное расследование. Начальник поста Харгос и еще двое сотрудников упомянутых в публикациях освобождены от занимаемых должностей. Однако руководство департамента призывает прессу рассмотреть эту ситуацию повнимательнее. Я не отрицаю, что в поможнях, в рядах поможеней есть элементы коррупции. Есть. И то время не отрицать. Но не такого размера, которого она предпринимает. Были высказаны разные версии происходящего. Председатель ассоциации брокеров Геннадий Шестаков заявил, что, возможно, Такеева действительно в безвыходной ситуации. Но загнала она себя туда сама. Скорее всего, она брала под свои обязательства то, что каким-то образом, несмотря на закон, несмотря на желание таможенной, все-таки сделает то, что она обещала. Это не получилось. Потом, скорее всего, она ее стали требовать деньги, как те, которые она забрала. Но там уже не закон требовал, а те люди, которые дали деньги. То есть здесь уже по улицским понятиям, по чести надо было давать. Курманбек Артыкбаев подчеркнул, что по всем документам Канагат была уволена из компании «Эльбрус» 1 декабря. А заявление на его имя он получил только через две недели. Соответственно, руководство таможенного органа заявило о том, что Канагат Такеева, возможно, работала с клиентами по поддельным документам. С 1 декабря моим приказом Канагат была уволена. Потом дальнейшее было заявление, написанное «Отрубит», без моей подписи, без моей визы, без печати. Неожиданностью для организаторов конференции стало присутствие в зале самой Канагат Такеевой. Было заметно, что выступающим тяжело обсуждать ее действия, постоянно чувствуя ее взгляд. Когда организаторы перешли к вопросам, президент пресс-клуба подчеркнул, что это конференция, а не телешоу. И поэтому вопросы будут задавать только журналисты. Однако, буквально первым же вопросом Картагбаеву стал, почему он не хочет говорить открыто при всех. И слово Канагат все-таки дали. Первым делом она высказала свое отношение к увольнению, в приказе, о котором она не расписывалась. И уточнила, может ли она продолжать работать на Харгосе. Господин Виктор говорит, что мне очень стыдно тебя, что... Да, у Литова. Прошу прощения, я сейчас прекращаю ваш вопрос, потому что... Пожалуйста, пожалуйста, без коммуникации. Скажите, может ли продолжать, как вы говорите, человек под культурным документом продолжать свою деятельность? В имени компании, которую вы представляете, вы не имеете права. То есть, у вас, естественно, если вы не допустите туда. А так, в частном порядке, найдете клиентов, если вы только в таможенном оформлении, и ваши услуги нуждаются, никто вас прибрается к своему. После нескольких вопросов Курманбек Артыкбаев подчеркнул, что не хотел бы обсуждать эти темы здесь, так как изначально это не планировал, и заявил, что готов встретиться с госпожой Такеевой и в присутствии прессы обсудить все вопросы, но не сегодня. После этого заявления журналисты обступили брокера и спросили, не боится ли она так открыто выражать свои взгляды. Работать профессионально и зарабатывать – это нормальное желание каждого гражданина нашей республики. Нормальное, понимаете? Если еще за спиной дети, дети, которых нужно кормить и воспитывать. Если за спиной никого нет, нет генерала в погонах, нет в министерстве чиновников. И, понимаете, мне приходится самой, самой защищать себя и свою семью, своих детей. После этого представители таможенного комитета попросили Канагат удалиться в комнату для переговоров. Чем они закончились, пока неизвестно. Журналисты услышали только одну фразу женщины, которая и так говорит о многом. «Я пойду до конца». Дмитрий Беляков, Иван Сковиков, Токмулда Косаинов, Казахстан. В Астане неформально дан старт саммита ОБСЕ. Сегодня начал работу Международный медиа-центр, расположенный во Дворце искусств Шабыт. Начиная с сегодняшнего дня он будет действовать до окончания основных мероприятий, связанных с проведением в столице Казахстана саммита глав государств, участниц организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня же начал свое вещание новый англоязычный телеканал «Саммит ТВ». Его работа на базе спутникового телеканала «Каспионет» также продлится по 2 декабря включительно. Игорь Муспанова в столице следит за ходом приготовления к самому главному событию года. Медиа-центр для пресса оборудовали по последнему слову техники. Кроме специально обустроенных комнат для интервью, организаторы предусмотрели даже душевые кабинки. В некоторых пресс-залах нет выхода в интернет, в других помещениях только подводят коммуникации. Но это не смущает устроителей. Уже сейчас безопасности уделяется повышенное внимание. Насколько я знаю, мы будем в режиме онлайн наблюдать за всеми событиями, которые будут происходить во Дворце независимости, которые непосредственно здесь недалеко находятся. Чуть позже на специальном брифинге представители МИДа и ОБСЕ озвучили повестку на ближайшие дни. Так, 26 ноября ожидается брифинг представителей ОБСЕ по вопросам свободы и медиа Дуни Миятович. Одними из первых дадут пресс-конференции президенты Литвы и Украины. СМИ уже предупредили. Некоторые встречи в ходе саммита ОБСЕ могут пройти за закрытыми дверями. Это как бы не наше правило. Рабочие сессии обычно закрыты, пленарные открыты, а это является рабочий. Но, как я опять подчеркну, сегодня будет с теми же представителями Дуни Миятовича все это обсуждено. И мы обязательно вам сегодня дадим знать. Вместе с медиа-центром начал вещание новый телеканал Саммит ТВ. Он будет транслироваться круглосуточно и только на английском языке. Основным контентом станут новости самого саммита. Но можно будет увидеть и показательные фильмы о Казахстане. Для их перевода и субтитрования штат специалистов на национальных каналах был увеличен в четыре раза. Под брендом Саммит ТВ будут прямые включения со всех мероприятий саммита, пленарные заседания. Планируется выход специальных репортажей. Между тем, в самой столице наводят последний лоск. Развешивают баннеры, флаги с символикой ОБСЕ. Коммунальщики в несколько смен метут улицы. Утром мы приходим, как в шести утра, так и до пяти вечера работаем. Впрочем, режим повышенной безопасности наблюдается не только в городе. Астану со всех сторон окружили войска и отряды спецназначения. Агирима Успанова, Сама Туренбаев, Астана, Казахстан. Простым гражданам тем временем порекомендовали не выходить из дома, не курить на балконе и запастись продуктами питания на время проведения саммита. Предупреждение от местных властей развешано уже в подавляющем большинстве многоэтажных домов столицы. 1 и 2 декабря соблюдение этих мер будет гарантировать гражданам безопасность и даже сохранность жизни. О двухдневной изоляции Иван Тулинов. Жителям столичных многоэтажек во время проведения саммита ОБСЕ запрещается выходить на балконы, смотреть в сторону дворцов приема иностранных гостей и даже стоять на лоджиях с сигаретой. Диас Молдабаев – житель одной из столичных высоток. Считает, такие меры безопасности абсурдные. Но при этом, чтобы не подвергаться опасности, на всякий случай уедет из города. На эти дни, да, можно... Я не знаю, ну как это можно представить? Выйдешь ты на балкон и тебя застрелят, это будет некрасиво. Не то, чтобы некрасиво, это будет печально. Устрашающее объявление о высотных домах – дело рук председателей КСК и службы охраны президента. Только ни те, ни другие разъяснять причины таких жестких мер безопасности не намерены. Видеопортал как ваш? Стан. Видеопортал Стан. Попой. Не давать, да? Да, все, понял, хорошо. Все. Служба охраны, где ты сейчас? Нет, не давай. Ну, ладно. Председатель жилищного комплекса «Северная корона» признается, уже несколько дней подряд он совершает поквартирный обход. Четыре дома, за которые он отвечает, расположены в непосредственной близости одного из важных объектов проведения политического форума. Первого декабря на каждом этаже этих высоток будет размещен полицейский. Потому председатель рекомендует жителям в дни саммита сидеть дома и не выглядывать в окна. А курить, вопреки законам страны, разрешит прямо в подъезде. Ради безопасности самих жильцов. Для того, чтобы навести порядок, чтобы друг друга, чтобы они и наши жители, и здесь, которые будут, что взаимосвязаны будут. А это не говорится, что, допустим, категорически, курят, да, курят. Пожалуйста, лестничный марш вы ходите и курите. Никаких проблем. Только один день, чтобы было нормально, безопасно, чтобы им, их, как бы, работу не усложняли. Полицейские уверяют, вздохнуть спокойно жители Астаны смогут уже 3 декабря. Они рекомендуют запастись продуктами, чтобы в дни проведения саммита лишний раз не выходить из дома. Но лучше всего, по их мнению, уехать из города. Иван Тулинов, Талабжакопов. Из Астаны. Казахстан. Усиленная мера безопасности у главной елки страны, расположенная на площади у резиденции главы государства. Напомню, накануне там произошло ЧП, в результате которого трех подростков госпитализировали в больницу. Во время репетиции и церемонии зажжения елки на участниц детского танцевального коллектива из Кустаная рухнул светодиодный экран плазменного телевизора. И вот сегодня стало известно, что столичная полиция начала расследование причин инцидента. А к вечеру президентская елка засияла огнями. Церемонию зажжения главной елки страны, как ожидалось, посетил сам лидер нации. Ему и доверили эту процедуру. После традиционного выступления танцевальных коллективов и грандиозного фейерверка президент выступил с поздравительной речью. Большую часть пятиминутного спича он посвятил не столько теме ожидаемому празднику, сколько перечислению экономических достижений страны и предстоящему политическому событию года – саммиту ОБСЕ. Именно эта встреча глав государств, по признанию самого Назарбаева, стала причиной столь раннего зажжения елки. Через несколько дней состоится саммит ОБСЕ. Уважаемые мировые организации съедутся главы 55 государств, 20 международных организаций. Это большая гордость для страны, это большое доверие нашей стране, нашему городу. Вопреки они, благодаря декларируемой госпомощи, ставят рекорды крестьяне Алматинской области. В хозяйстве Болтабая 2030 с одного гектара земли получили 19 тонн кукурузы, завезенной из Америки. Местные чиновники устроили показательный пресс-тур в это хозяйство. И руководители сетуют, убирать урожай приходится 14 комбайнами. Предприниматели готовы взять лизинг больше, но не могут. Средства требуют вернуть через 7 лет, а сельхозтехника купается лишь за 14-15. Урожай в Болтабае рады, но признаются, он был бы богаче, если бы государство аграриев поддерживало не только пиар-акциями. Рекорд хуаниты. Заморский сорт кукурузы с озвученным именем позволил хозяйству в Алматинской области собрать больше 19 тонн с гектара, в то время как соседи получили по 5. Для нового сорта это не предел, рассуждает глава крестьянского хозяйства Карим Худайбердиев. Но для дальнейшего успеха ему не хватает дешевых кредитов, солярки и удобрений. Цена на эту кукурузу остается постоянной, вот в этом году только высокая. А то, что кукуруза требуется, это удобрение и вода, и солярка, та же солярка, растет в разы, может быть, десятки разы. В 2000 году государство отпускало крестьянам тонну солярки по 72 доллара. Сейчас тех в год нет. Стоимость той же тонны колеблется в районе 470 долларов. Килограмм удобрений 10 лет назад 28 долларов, нынче 700. При таких исходных говорить о рентабельности сельского хозяйства не приходится, констатирует фермер. Мы на пороге вступления в ВТО. А вы сами знаете, что фермеры наши должны, чтобы конкурировать с другими фермерами из других стран, нам нужно резко поднять урожайность, качество продукции. Серьезного роста в аграрном секторе без участия государства не добиться, полагают аграрии. Но внимание и поддержка правительства пока устремлены в другую сторону, на сырьевой сектор экономики. Как говорит Карим Худайбердиев, век нефтяной, как и век золотой и каменный пройдет. А вот аграрный будет длиться вечно, потому что человеку просто необходима пища. Татьяна Ковалева, Талгат Умербеков из Алматы, Казахстан. И в завершении. Напоить детство жизнью. Казахстанские артисты, спортсмены, медицинские деятели провели в Алматы акцию для детей, страдающих вирусом иммунодефицита и СПИДом. Обязательным условием было взять с собой что-нибудь вкусное и полезное для малышей. Организаторы решили, что это будет сок. В итоге было собрано более 400 литров. Юлия Панкратова присоединилась к благотворительной акции. О будущем. Защити себя от ВИЧ. СПИД не имеет возраста и не различает национальности. Эта проблема уже много лет является одной из острейших в мире. По официальным данным, в Казахстане зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных и 1178 больных СПИДом. Среди них есть и дети до 8 лет. В Алматы их сегодня 73. Именно для этих малышей и была организована акция. Согласно законодательству, все они имеют закрытый статус. Другими словами, их имена и диагноз не разглашаются. Сегодня от этой проблемы невозможно отвернуться. Это те дети, которым сегодня меньше 8 лет. Завтра это будущие школьники. И нас очень волнует такой вопрос, а готовы ли общество принять их. Веселили детей знаменитости. Участники группы LA Рахат Лукум Алдавай. Поддержать своих ровесников пришли участники детского хора Елемай. Олимпийская чемпионка Ольга Шишигина говорит, что нельзя разделять детей на здоровых и больных. И каждому ребенку необходимо человеческое участие в судьбе. А принесенный сок, конечно, незначительный вклад. Но этот знак внимания очень важен для ребят. Поддержка СПИДа детям это необходимо. И, конечно, благодаря вот такой акции, как здоровый образ жизни, соки, напитки, которые именно на самом деле нам дают здоровье, жизнь, красоту и грацию. Это мини-выставка творчества малышей. Понравившиеся работы могли забрать с собой все желающие. Таким образом дети выразили свою благодарность всем, кто пришел поддержать. Посреди зала был размещен стенд, на котором каждый смог написать несколько теплых слов и выразить свою поддержку и участие. Стенд будет размещен на территории Алматинского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Как напоминание о том, что любое доброе слово – это уже помощь. Юлия Панкратова, Боуржан Идрисов, Алматы, Казахстан. Такова информационная картина дня в Казахстане. Я прощаюсь. Берегите себя и своих близких.